Трагическая дата. 30 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС исполняется в этом году. 26 апреля 1986 года прогремел страшный взрыв. Опустили города и населенные пункты, но самое печальное – погибли люди. Многие лишились здоровья, получив сильнейшие дозы радиации. Лариса Лавьева подробнее. Плохо, вы говорите, да, получались фотографии? Плохо, да, уже засвечивает тепленько. Анатолий Архипов показывает те немногие фотографии, которые он сделал в Чернобыле. Туда он попал в 88-м. С момента аварии прошло два года, а работы все продолжались. О том, что его отправят на 4-й блокстанции, он даже не догадывался. Вызвали в инкома, все, комиссию прошли. На самолет в Киев, в Чернобыль. Говорили, что Славутич, новый город строить. А оказалось, что привезли в Чернобыль. Уже была зона отчуждения, и там по-прежнему были военные со всего Советского Союза. Их подразделение разбирало машинный зал. Японские роботы не выдерживали доз радиации и выходили из строя. Не подводили только российские мужчины. Средства защиты – дозиметр и лепесток. Свинцовые жилеты были, но весили по 20 килограммов. Их никто не одевал. Из мер предосторожности душ два раза в день. Одежду выкидывали каждые сутки. Им выдавали новую. Время работы, если днем, допустим, минуту работали, солнечная погода, то ночью 5 минут в сутки. Ну, самое малое – это 20 секунд в сутки работали. Ходили парами, получали четкое задание и успевали сделать ровно одно действие. Так круглыми сутками они сменяли друг друга. Весну 88-го он не забудет никогда. Весна, все кругом цветет, сады, там же Украина, такие села большие. Звери бегают, там козы, лепо, дикие эти все. Зайцы бегают, никто не трогает ничего, потому что в сторону никуда не пойдешь. Посадки эти, везде все отравлено. Он был в Черноволе 4 месяца. Платили, вспоминает хорошо. На полученные деньги купил холодильник и стиральную машинку. А через 8 лет перенес первую операцию. Болезни ликвидаторов редко связывают с Чернобылем. Ведь уезжая из зоны аварии, Анатолий Архипов получил справку. 5,2 написали. Все. Так вот я разговоры слышал, что запретили больше 5 рентген получать. Только радиацию об этом не предупредили. И на фотографии из четверых троих уже нет в живых. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время.